На этой большой фестивальной поляне собрались самые, без преувеличения, именитые мировые мастера. В области резьбы по дереву, кузничного, гончарного, печного дела. От российского Хабаровска до доминиканского Санта-Доминго. География участников фестиваля в этом году бьет все рекорды. 22 страны мира, 24 города России, более 200 мастеров. Такого в Томской области еще не было. Уровень мастеров, которые сюда приехали, он действительно соответствует мировым достижениям. Мы строим первый дом. Это будут мастерские, круглогодичные мастерские, которых можно будет как раз большим мастерам в течение года творить, проводить мастер-классы. Здесь они творят. Мы всего лишь здесь участники администрации Томской области, Зоркальцевское поселение, администрация Томского района. Мы создаем условия для того, чтобы максимально было комфортно и безопасно. Справа звучит сербская речь, слева китайская, а здесь говорят на испанском. И все друг друга понимают, потому что язык творчества универсален. Чтобы приехать на фестиваль, доминиканец Венди Кассилья летел больше суток, почти без перерыва. Шутка сказать, другой конец света. Его работы, деревянные скульптуры, увидели на фейсбуке и пригласили поучаствовать. Доминиканец от Сибири в восторге. Это моя первая поездка в Россию. Это реально крутое место. А люди какие. Все добры и дружелюбны ко мне. Я очень горжусь, что принимаю участие в таком известном фестивале. Я просто обалдел от природы, от этих деревьев. У нас кедр очень дорогой. Климат такой комфортный. Очень хорошо в таком работать. Через пару дней на соцзрители доминиканец представит свою деревянную русалку. Говорит, это очень популярный персонаж в его стране. А рядом испанцы поставят лесную фею, французы Деву Марию. Будут даже мультяшные герои. Тему произведения Носова по «Незнайке» немного с вольной интерпретацией. То есть «Незнайка», «Винтик», «Шпунтик» летят в гости из огуречного города в Томск. Мне больше всего нравится этот фестиваль. Из всего, что я видел даже за рубежом. И энергетика, и организация. То есть это чисто, ну, не лезть, это действительно так и есть. Сегодня парк Акулиса кипит, как муравейник. Старт, начало фестивальных конкурсов дан. Специально для речиков по дереву. Привезли 150 кубометров кедрового бруса. А еще 200 кубометров пиломатериалов, чтобы достроить настилы, торговые павильоны и построить балаганы. Ведь впервые в этом году на празднике топора будет проходить фестиваль кукольных театров. Позаботились организаторы праздника и о тех гостях, кто приедет сразу на несколько дней. За главной парковкой уже сейчас открыт оборудованный кемпинг со светом, водой и туалетом. Живи в палатке, не хочу. А для горожан постоянно в течение всех дней фестиваля будут курсировать автобусы. Автобусы будут курсировать из Северска и из Томска. В Томске это остановки Лагерный сад и Арс. Все автобусы будут приходить на парковку со стороны Шигарского тракта. Расписание указано во всех соцсетях, в новостных лентах и на нашем сайте. Самая масштабная программа празднования начнется с четверга. К крещикам по дереву присоединятся кузнецы, гончары, печники. Пятничный фестивальный день впервые подарит гостям зрелище спидкарвинга, когда за час участникам предстоит вырезать целую скульптуру из дерева. Выступления творческих коллективов, ярмарка, народные игры и забавы. И не только в течение шести, а это тоже рекорд, фестивальных дней. Зрелищ хватит каждому.